Стали частыми обращения МИЧИ о том, что пора как бы серьезно уже открыть спортивные объекты, учреждения спортивной инфраструктуры. Это фитнес-залы, тренажерные залы, бассейны. Но на сегодняшний день мы понимаем, что в первую очередь выходит забота о физическом состоянии наших граждан. Мы видим, что обстановка санитарно-эпидемиологическая не самая благоприятная для того, чтобы эти действия осуществить. Да, Омский регион находится на втором этапе снятия ограничительных мероприятий. Это касается и области физической культуры и спорта. И на сегодняшний день уже разрешены все виды физической активности на открытом воздухе. Это и площадки гимнастические, это и велосипедные прогулки, и пешие прогулки, и скандинавская ходьба, и просто оздоровительный бег. То есть тот спектр доступности, который на сегодняшний день существует, люди как бы вышли и занимаются спортом. И здесь, наверное, каких-то дальнейших ограничительных мер не предвидится. То же самое касается того, что многие спортивные объекты, крупные спортивные объекты нашей инфраструктуры, министерства, инфраструктуры департамента спорта города начинают постепенно открываться для организации тренировочного процесса членов сборных команд Омской области и сборных России. Вот пример организации тренировочного сбора Олимпийской сборной страны по велоспорту трек на нашем Омском велоцентре. Значит, все это, опять же, организовано с полным выполнением тех рекомендаций и требований Роспотребнадзора, которые существуют. Я уверен, что когда Омская область выйдет на третий этап, который позволит разрешить снятие, вернее, ограничительных мер по деятельности фитнес-индустрии и других спортивных объектов, ситуация наладится. Мы мониторим ситуацию в целом и по стране, и по нашему Сибирскому федеральному округу. Что касается Сибирска, федерального округа, практически все регионы находятся в одинаковой ситуации. То есть вот эти две разрешительных меры уже применены, это свежий воздух и сборные команды. Но нигде нет, чтобы фитнес-индустрия уже открылась. Поэтому здесь, прежде всего, в любом регионе работает оперативный штаб, который принимает вот эти взвешенные решения, исходя из той эпидемиологической обстановки, которая существует в регионе на данный период времени. Продолжение следует...